Так, Кул, тогда давайте начинать. 16.20, время семинара. Мы сегодня будем говорить про вариационный автокодировщик. Это один из видов генеративных сетей, вы уже знаете об этом. Как обычно, начинаем с страницы курса. Да, в общем, ссылку на коллаб я вам в любом случае бросил в Telegram. Еще раз пришлю, давайте, в чат сюда. Да. Так, в любом случае, если вдруг захотите что-то с этим потом сделать после семинара, то тетрадка лежит уже в репозитории. Вот семинар второй. Здесь есть, как обычно, две тетрадки. Одна тетрадка с заданиями без решения. Это та тетрадка, которую мы с вами будем рассматривать на семинаре сегодня. И есть еще тетрадка с решениями этих заданий. Это вам как раз домой, если в случае вы захотите что-то потом поделать с этой тетрадкой самостоятельно, чтобы у вас все запускалось. Вот, имейте в виду, но еще раз на семинаре будем вот эту тетрадку смотреть. Так, как обычно, вы можете, в принципе, запускать где угодно, но, как я уже сказал, мы ориентируемся на то, чтобы оно работало в коллабе. Поэтому, если у вас локально что-нибудь не заработает, то, ну, извините, так быстро помочь мы вам не сможем в течение семинара. В любом случае, погнали на коллаб. Так, да, прежде всего нужно убедиться, что, да, у нас стоит ГПУ, потому что мы будем сегодня обучать сетки, и лучше это делать на ГПУ. Вы это знаете. Так, все, давайте что-нибудь запустим. Сейчас проверим, что все работает. И вернемся потом к описанию. Да, еще раз повторю, вопросы можно задавать в чат, а можно задавать голосом. В любой момент. Да, ну, вроде с окружением все хорошо, будет работать. Итак, автокодировщики. Так, давайте быстренько план пробежимся. Вот тут автокодировщики. Да, какая-то задачка. Сейчас посмотрим. А, и потом будут отдельно вариационные автокодировщики. То есть у нас сегодня будет две модели. Кстати говоря, автокодировщики, строго говоря, не являются генеративной моделью. Вот, тоже об этом знаете. А вот вариационные автокодировщики уже являются. Так, сначала обычные автоэнкодеры. Да, значит, идея очень простая. У вас есть две сети. Кодировщик и декодировщик. Кодировщик перенимает на вход вектор вашего объекта. Это может быть что угодно. Может быть просто какой-то числовой вектор. Это может быть картинка. Это может быть текст. Все что угодно. Вы пропускаете через нейронную сеть, через кодировщик. И на выходе вы получаете какой-то новый вектор. Как правило, этот вектор меньше размерности, чем ваш входной. И вот пространство вот этих вот векторов называется скрытым пространством. Затем вы берете полученный вектор z, пропускаете через декодировщик, который обратно вам разворачивает вот этот вектор z в вектор x. То есть в вашу картинку, ваш текст, ваш обычный числовой вектор. И ваша задача обучить вот эту всю структуру так, чтобы вот этот x-штрих был максимально похожим, ну то есть он был максимально близким к x. Идеально, чтобы они полностью совпадали. Здесь как бы соотношение объект-объект. И, как правило, в автокодировщиках используется mse-loss-функция. То есть такая же loss-функция, как в регрессии, в задаче регрессии. Вы просто считаете квадрат отклонений между, точнее не так, вы просто считаете эвклидовое расстояние между двумя векторами. Вот так. И это есть ошибка реконструкции. Потому что вот этот вектор еще называют реконструированием. Все. То есть на самом деле все очень просто. Обычная задача регрессии. Единственное, что здесь нового, это то, что мы две сети обучаем вместе фактически. Хоть они как-то на самом деле связаны через, в одной точке связаны. Это для вас не нового. Вы, по крайней мере, на лекциях, вы про это говорили, когда, помните, на прошлом курсе вам рассказывали про перевод текстов. И вы там тоже изучали как раз архитектуру энкодер-декодер. Что сначала вы текст кодируете в какое-то скрытое пространство, а потом текст на одном языке кодируете в скрытое пространство смыслов, а потом из этого пространства смыслов декодируете все в другой язык. Так, теперь все. Если тут вопросов нет, все понятно, то тогда поехали к реализации, к имплементации. Мы будем сегодня рассматривать Минист датасет, просто потому что на других датасетах с картинками мы не успеем ничего сделать за семинар. Так, у нас будет энкодер-кодировщик. Это четырехсловная полносвязная сеть с размерностями. 784 – это количество пикселей в нашей картинке, то есть это будет полносвязная, не сверточная. 128, 64. Ну, K – это размерность нашего скрытого пространства. Или еще латентный код. Вот так. Мы его будем менять, поэтому это переменная. И декодер, соответственно, симметричное отражение. K – 64, 128 и 784. И лосс-функция – это L2 между входом и выходом, то есть вклидовое расстояние между двумя векторами. Ну, все, погнали. Так, давайте еще раз проверим, что у нас… Какой у нас девайс. Ага, что-то много скопировал. Так, девайс у нас CUDA, все отлично. Да, соответственно, вам нужно сейчас, ваше первое задание, как раз написать энкодер и написать декодер вот с такими вот слоями. Давайте там сколько нам нужно минутки? Три минуты, потом посмотрим ответ. Пользуйтесь NN Sequential. Да, то есть вот у нас self-encoder. Давайте тоже помогу, наверное. self-encoder, равно. Там, наверное, NN, sequential и погнали. Да, если вы уже решили вдруг, то вы можете в чат здесь, в Zoom присылать свои решения. Будем проверять. Да, старайтесь не смотреть в ответы. Вы знаете, где они лежат, но старайтесь не смотреть. Тогда больше останется у вас в памяти про код. Ну, помогу сразу, поскольку на вход вот этот X, это все-таки у нас картинка, то первым слоем у вас будет идти NN Flatten. Если помните, из сверточных сетей этот слой, он как бы вытягивает картинку, матрицу вашу, в одномерный вектор. А уже потом добавляйте слои с функциями активации. В качестве функции активации берите реву, естественно. Да. Спасибо. 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 Ну, давайте, помогайте. Чего делаем? Какой слайд? Линер. Линер, конечно. какие размерности 784 а потом 128 до 784 как уже сказал просто квадрат ну количество пикселей в картинке так потом чего там функция активации до ну или ну так и давайте потом вот так 128 64 и последний 64 в вот в это селфа тансайс размерность скрытого пространства так и риму здесь не нужен по моему все это наш кодировщик проверим флэттон пам 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 да все нормально и аналогично делаем где кодировщик давайте просто его скопирую вот так тоже линейный слой но уже короче все то же самое но в обратной последовательности да и в конце у нас стоит сигмоет и в конце у нас стоит сигмоет потому что мы будем нормировать все наши картинки в значение от нуля до единицы поэтому мы осознанно сюда вставляем сигмоет чтобы у нас как раз все на выходе были значения в нужном нам диапазоне так все да и тут обратить внимание что в кодировщике форварде мы просто пропускаем x через все слои чтобы получить z а в декодировщике мы пропускаем через декодер а потом еще мы обратно одномерный вектор превращаем в картинку то есть размером 28 на 28 пикселей один канал один канал ну и да и все что останется все это мы сделали теперь нам нужно собрать это все вместе в один класс который тут назвали автоэнкодер да на вход даю нужно подать кодировщик декодировщик функцию потерь все тут все понятно задаем размер скрытого пространства по умолчанию 10 так энкодер понятно здесь есть есть что нужно сделать вам а ну тут все просто вам нужно просто x пропустить через давайте сразу тут тратить время это вот так да ну тут очевидно мы берем x пропускаем через кодировщик получаем зад а потом зад пропускаем через декодировщик получаем реконстракт от x затем считаем функцию потерь до где который мы а вот этой массе лосс уже задано за нас по умолчанию и и все получаем лосс сделали так 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 что там где-то что-то не то где-то тут но я не понимаю вот это хочет сказать да может быть работать сейчас я просто сначала нкдк сделан так он чик что без ноты стрелочки даже так сработала давайте проверим так ну типа как какие-то штуки про код стайлинг уродовый код зато рабочий так и собственно цикл обучения тоже на входе подается куча всего дата лоудеры оптимизаторы параметры оптимизаторы сейчас будем разбираться так model to девайс отправить понятно говорим что обучаем модель но принципе у нас никаких там дропаутов нет поэтому это будем сюда сохранять всякие полезные штуки для того чтобы графики нарисовать и дальше мы переходим в цикл по бачам берем бач нам игре нам игре ки не нужны нам нужно только иксы мы будем генерировать цифры а не классифицировать их x на девайс понятно да здесь еще у вас есть про кондиционал про него чуть позже поговорим вот там же и греки будут да считаем model compute loss да модель это наш вот этот вот автоэнкодер и вот эта функция compute loss как раз все делает да то есть пропускает через энкодер и декодер считает loss функцию и все дела на выходе мы получаем loss и реконстракт от x и делаем шаг оптимизации все это весь цикл обучения вам знакомый да это для одной эпохи конечно же и дальше идут строчки кода просто для отрисовки графиков графиков по ходу обучения мы не будем разбирать этот код так хорошо дальше идет функция train model уже по нескольким эпохам так да здесь просто цикл по эпохам и вызывает функцию train эпох все очень просто на вход да да все так обычная функция плюс графики так и опять что-то сломалось так видимо у меня что-то может что-то коллабом не та версия или что-нибудь такое давайте вот это вот выбираем да так дальше да датасеты нужно загрузить это мнист загружаем из torche vision датасет мнист трейновый датасет загружаем трансформ трансформ из трансформ мы здесь делаем только трансформ ту тезер да и видимо больше ничего не нужно все остальное нормально уже сделано за нас это полагаю всякие нормализации и все прочее так тест датасет то же самое потом из них мы делаем даталоудер с размером бача 256 с шаффлингом детали вы эти уже по идее знаете в любом случае они технические не очень интересные да все загрузились все и теперь мы наконец-то готовы приступать к обучению наша моделька это автоэнкодер у которого размер скрытого пространства 8 да обратите внимание на входе у нас картинка 28 на 28 пикселей то есть это 784 значения и мы будем ее сжимать в вектор длины 8 так оптимизатор адам естественно и все это подаем на вход наши модели и и смотрим давайте запустим да и вам тут пишет что для да вот кстати говоря верхняя строчка это input нижняя строчка это reconstructed иксы да то что после реконструкции да это loss функция по итерациям и можно визуально оценить как будет меняться качество реконструкции ну уже уже можно понять что становится лучше и лучше это кстати это loss функция только для каждой эпохи потом это все обнуляется и строится заново поэтому да к сожалению глобальную картину оценить сложно но тем не менее даже по таким графиком мы можем видеть что изменение loss функции с каждой эпохи уже не такой большой а вот что то тоже финальная картинка да утверждается что восьмимерного латентного пространства хватает для сжатия картинок ну слушайте это в принципе не удивительно да в принципе по большому счету нам достаточно десять уникальных значений для того чтобы сжать десять цифр во что то чтобы потом можно было их восстанавливать другое дело то что все установленные цифры будут достаточно сильно похожи ну то есть все девятки будут похожи одна на другую аналогично для любой другой цифры так и дальше мы мы поиграем с этой обученной моделькой и следующее что нам предлагают сделать это по поисследовать вот структуру вот этого скрытого пространства так да и самое важное свойство этого скрытого пространства в том что посмотрите мы взяли 10 цифр и мы жали их в одно восьмимерное пространство идея заключается в том чтобы вот эти вот скрытое представление всех ноликов да они были они были расположены близко друг к другу а все скрытые представления для девяток например тоже близко к друг другу но в каком-то другом месте то есть другими словами скрытое представление похожих картинок должны находиться рядом в скрытом пространстве вот так и чем ближе они близки в скрытом пространстве тем более они похожи друг на друга здесь кажется это это очень похоже на word to век условно вот ну соответственно нам нужно это продемонстрировать так давайте посмотрим да вас вам тут предлагается такая такая интересная задачка вам нужно будет взять два произвольных объекта ну давайте сразу запустим чтобы по ходу вот объект 1 объект 2 восьмерка и двойка это вот одна точка и вторая точках в скрытом да вам нужно будет получить их точки в скрытом пространстве будет одна только будет вторая точка между неими вы строите прямую линию и затем вам нужно будет пройтись вдоль этой прямой линии взять там несколько скрытых точек в скрытом пространстве и декодировать их в картинке и посмотреть, что получится. Как вы можете догадаться, у вас должно получиться что-то типа вот тут была восьмерка, вот тут была двойка, и вы, двигаясь от двойки к восьмерке, ваша картинка будет как-то плавно меняться, соответственно, от двойки к восьмерке. Вот это вам нужно будет сделать. Значит, первое, что вам нужно сделать, это получить вот эти скрытые коды вот этих объектов, то есть пропустить их через обученный кодировщик. Потом вам нужно взять интерполяцию между этим, линейную интерполяцию между двумя точками, взять коды оттуда и восстановить это все в картинке. Так, ну давайте я немножечко начну, как там Z1, наверное, да, это будет модель кодер x1, наверное, так. А, ну не совсем. Да, n-кодер, функция модели, помню, да. Можно перенести пин-код, тоже должно сработать. Только вот так, да. А нет, все, все, так. Вот, давайте так, как решение. А здесь нужно будет сделать... А, нет, сейчас. Так как это у нас одна картинка, то вот так, ну а здесь что есть? Странно. Давайте попробуем без этого запустить. Ага, ага. Энкодер. А, энкод, потому что. Так, и что у нас получается? Z1. Так, а если сделать, как они просят? То же самое, по-моему. Я не вижу разницы, по-моему, так проще. Значит, будем делать так. Вот так. Так, и то же самое для двойки. Вот так. Так, это мы просто получили скрытое представление для двух картинок. Да, можно даже их вывести при желании. Вот Z1. Вот Z2. Дальше. Я просто уже скопирую. Дальше мы должны взять линейную интерполяцию между ними. То есть, что мы делаем? Для начала... Да, для начала мы просто от нуля до единицы создаем 11 точек. Вот так. Сейчас я даже покажу, как это работает. Вот просто от нуля до единицы. С шагом 0,1. И потом мы должны это все отправить на тот девайс, на котором у нас моделька. Здесь я сделал вот так. Space. И мы еще это... Изменили немного... Shape. Вот. И все. И дальше, и дальше мы теперь... Чего делаем? Мы должны с помощью вот этих точек просто найти интерполяцию между Z1 и Z2. Делается таким вот хитрым приемом. То есть... Ну, в общем, вот так. Из математики. Не знаю. Порисовал бы, но не... 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 Нечем. В результате... Да, вот здесь вот у нас будет находиться в самой крайней точке Z1. Вот этот вот код Z1. В самом конце у нас находится Z2. Вот вы можете даже сравнить. А по серединке находится интерполяция. То есть обратите внимание даже на первый элемент. Вот он был. Ну, это первая размерность скрытого кода. Был 6, потом 5, 4, 4, 3, 2, 1, бла-бла. И до 0 и минус 1. То есть как бы вот линейная такая интерполяция. И вот теперь все эти коды нам нужно декодировать обратно. Делается это еще проще. Вот так вот. Декод. На вход все Z. На выходе получаем все X. Все. Декодировали картинки. Так, давайте я вот это вот уберу. Так, как это их убрать? Все. И теперь рисуем интерполяцию. Вот у нас восьмерка. Вот у нас двойка. Ну, это, понятное дело, восстановленные. И вот все, что между ними получалось. Ну, такое. Еще раз что-нибудь поменяем. А, сейчас. Вот тут, наверное. Да, вот двойка и двойка. Одна, вторая. Ну, здесь более-менее логично. Еще что-нибудь. Так, семерка, пятерка. Ну, давайте. Вот семерка. Ну, в какую-то пятерку переходит. Да. Вот. И в целом мы видим, что, да, что в промежутке получается что-то, что похоже немного на семерку, там, на, в данном случае семерка, пятерка. В промежутке, по идее, мы должны видеть что-то, что немного напоминает семерку, что-то немного чем-то напоминает пятерку. Вот. И иногда даже что-то получается разумное. И как вам пишут, да, что это можно использовать для того, чтобы, для аугментации данных, для увеличения объема ваших данных. Просто генерации новых. Вот. Но, да, ну, чаще всего, конечно, в промежутках могут получаться и непонятно что. То есть вот это, например, ни на семерку, ни на пятерку особо не похоже. Скорее, больше на девятку. И то, скорее, из-за того, что нам повезло. Так. Дальше. Да, и дальше мы сделаем следующее. А, да. И дальше для того, чтобы визуализировать наше скрытое пространство, мы уменьшаем его до размерности 2. Конечно же, качество восстановления будет не очень здоровским, да, потому что все-таки двумерного вектора наверное, все-таки маловато, даже для места. Но зато двумерного пространства нам будет достаточно для того, чтобы это визуализировать. Мы посмотрим, как выглядит скрытое пространство. Подождемся. Ну, мы видим, да, семерки похожи на девятку, четверки тоже похожи на девятку, ну, нолик, нолик, тройка, шестерка, единичка, единичка. Да, качество так себе. Так. Дальше мы получаем, мы берем весь минист, пропускаем через наш кодировщик, получаем скрытые коды и также еще запоминаем метки цифр, да, мы потом будем просто разукрашивать все. Поэтому эту функцию мы пропустим. Как обычно, что-то тут. Давайте убирать. Сбираться будем потом. Так, и вот такой график у нас должен получиться. О, вот так выглядит наше двумерное скрытое пространство. Разным цветом показаны разные цифры места. И мы видим, в принципе, все, как и мы ожидали. Единички образуют один кластер. Так, вот это нолики, другой кластер. Там розовенькие, это кто у нас, шестерки. Рядом с ними зелененькие, двойки и так далее. То есть в целом мы видим, что все цифры образуют свои какие-то кластера. Вот. Пока что хватит. То есть пока что все, как мы ожидаем. Дальше. Дальше предлагают еще одно упражнение. Возьмем автоэнкодер с 32-мерным скрытым пространством. А потом просто сожмем это 32-мерное пространство в доразмерности 2 с помощью какого-нибудь метода, например, TSNЕ. Повторим. Да, здесь заданий никаких нет. Просто нужно повторить. Давайте посмотрим, как будет обучаться. Кажется, что 32-мерного вектора уже лучше, чем 8-мерный. Наверное, качество реконструкции должно тоже получаться хорошим. Давайте посмотрим. Пока что так себе. Тенички, семерки, нолики – это все просто. Пятерки сложно. Вот восьмерки и тройки путаются. Четверки, девятки путаются. Ну, ладно. На самом деле как-то терпимо. Не идеал, конечно. Да, обучили. Сейчас прогоним-то все через TSNЕ. И построим трафик. Ну, и даже в этом случае история такая же. Все цифры образуют свои какие-то кластера. Вот. Денички. Так, нолики, нолики, нолики. Вот тут почему-то. Розунки, шестерки. Ну, в общем, да. Сразу, что вам может броситься еще в глаза, то, что у нас скрытое пространство заполнено не как бы, ну, не то чтобы равномерно, но заполнено какими-то пятнами. И в промежутках есть какие-то пустоты. Вот. Это пока что наблюдение. Дальше. Денойзинг. На лекции вам рассказывали, что автокодировщики можно использовать для подавления шума в картинках. Да и не только в картинках. Так, значит, что здесь предлагается? Вам предлагается здесь в картинку добавить просто немного шума. Ну, тут даже не то чтобы шума, просто какой-то процент пикселей обращается. Вот, был темным, стал белым и так далее. Ну, это не страшно. Не будем заморачиваться, как это конкретно делается. Важно, что в результате у нас будут получаться вот такие картинки. Наша задача, мы эти картинки, мы на этих картинках обучим наш автокодировщик, а потом возьмем шумную картинку, пропустим через обученный автокодировщик, и на выходе из него мы уже получим картинку без шума. Ну, мы вот так вот ожидаем, что будет делаться. Давайте проверим. Возьмем еще большую размерность скрытого пространства, 64, то есть в качестве реконструкции должно быть совсем хорошим, по идее. Да, вот на входе шумные картинки, на выходе, что на выходе. Во-первых, мы видим, что по ощущениям обучается сложнее. Все-таки шум, он не очень хорошо сказывается на самом процессе обучения. Но, тем не менее, как-то обучается. Потому что автокодировщик пытается найти какие-то полезные связи между вот этими шумными пикселями, чтобы закодировать информацию о них. Но вот у него не получается. Ну, конечно же, это его немного отвлекает. Вот такое объяснение на пальцах, почему обучение хуже проходит. Да, и вот то, что у нас получается. Ну, во-первых, следует сказать, что шума действительно стало меньше. То есть это хорошо видно на темных областях. Но и качество реконструкции так себе. Для сравнения здесь не осталось. Ну, ладно. Ну, скажем так, качество не очень. Но зато шумы действительно меньше. Так. При этом мы можем то же самое повторить для незашумленных картинок. Вот. Для незашумленных картинок все кажется чуть получше в восстановлении. Хотя, опять же, с двойками какие-то проблемы есть. И с четверками есть какие-то проблемы. Они путаются с девятками. Вот. Ну, визуально стало чуть лучше. Вот. Это что касается обычного автокодировщика. Какие-нибудь вопросы есть по нему? Вопросов нет? Нет. Нет, да. Тогда погнали к вариационным. Значит, в чем основная проблема обычных автокодировщиков? Основная проблема в структуре скрытого пространства. Мы видим здесь, что все пространство покрыто пятнами. Что это значит? Это означает, что, например, вот наше упражнение с интерполяцией. Вот это вот. Вот это. Это упражнение будет хорошо работать, если мы одну точку взяли, например, вот здесь, а вторую точку где-то вот здесь. И интерполируя, мы проходим вот это вот наше прямое соединяющее. Она проходит целиком и полностью внутри наших вот этих цветных пятен. В этом случае у нас будут... Вообще не видят... Ощущение меня выбило из сети. Сейчас все восстановим. Экран видно, да? Да, видно. Отлично. Вот. Да. Проблема в том, что вот во время обучения наши нейронные сети, они видели вот эти области, где есть точки. Поэтому они знают, как в них кодировать и как из них декодировать. А из пустых областей... А про пустые области наши сети ничего не знают. Они, конечно, попытаются что-то сделать. Они, конечно, попытаются как-то экстраполировать свои знания на новые регионы. Но чаще всего от экстраполяции ожидать чего-то полезного не стоит. Все зависит от задачи. Он может повезти, но чаще всего не повезет. Поэтому задача вариационного фотокодировщика была в том, чтобы как-нибудь... Ну, одна из задач заключалась в том, чтобы как-нибудь сделать вот это скрытое пространство покомпактнее. И вот мы сейчас рассмотрим, как это делалось. Здесь немножечко больше математики. Да, и для того, чтобы... А тут схемы вам... Ну ладно, без схемы обойдемся. Значит, идея какая? Идея какая? У нас есть... У нас есть какой-то объект, наш вектор x, наша картиночка. И в обычном автокодировщике мы ее кодировали в просто вектор. В одну точку в скрытом пространстве. В вариационном автокодировщике мы пойдем немножечко дальше. Вместо того, чтобы кодировать нашу картинку в одну точку, мы будем кодировать ее в прям целое распределение, в целое пятно. То есть мы картинку будем кодировать в два значения, μ и σ, которые будут определять нам параметры нашего вот этого пятна в скрытом пространстве. Что мы будем делать дальше? Потом мы из этого нормального распределения с этими параметрами сэмплируем одну точку. Это наш будет вектор z. И уже этот вектор мы пропускаем через декодировщик. И на выходе декодировщика получаем восстановленную картинку x'. И в процессе обучения мы хотим два условия. Первое условие, чтобы восстановленная картинка была максимально похожа на нашу первоначальную картинку. То есть это MSE loss, такой же, как в обычном автокодировщике. А второе условие – это то, чтобы вот эти вот пятна в скрытом пространстве, вот эти вот нормальные распределения, чтобы они были максимально похожи на стандартное нормальное распределение. Стандартное нормальное распределение – это распределение с нулевым средним и единичной дисперсией. И вот это условие, оно как бы будет стягивать все наши пятна ближе к центру скрытого пространства. Вот так вот сжимать их в такое общее облачко. И вот это вот условие, чтобы наше облачко было максимально похоже на стандартное нормальное распределение, мы будем, вот это условие мы будем задавать KL-дивергенцией. KL-дивергенция – это условно расстояние между двумя распределениями. То есть у вас есть распределение P, у вас есть распределение Q, и вы хотите померить расстояние между ними. Для этого есть вот такая величина, как KL-дивергенция. Задается в интегральной форме вот так, в дискретной форме вот так. Это если вы знаете ваше P.E.Q. В нашем же случае, в нашей функции потерь, которая имеет вид вот такой, KL записывается вот так. Вот это вот наше облачко из нормального распределения. Вот оно. И мы должны посчитать расстояние между ним и стандартным нормальным. Все. Вот. Здесь есть еще какие-то сложные слова страшные про Элбо. Про Элбо и все такое, но это для тех, кто знает математику. Вам на лекциях, кажется, немного говорили про это. Вот здесь мы останавливаться подробно не будем. Просто подробнее, просто кратко пройдемся. У нас еще код нужно разбирать. Но идея, смотрите, идея очень простая. Что, да, не пугайтесь вот этих всех выражений. Вот это вот первое слагаемое, это не что иное, как точность реконструкции. Это есть МСЕ ВОЗ. Просто записано на таком математическом языке. А второе слагаемое – это KL-дивергенция между тоже непонятными буквами. Тоже не пугайтесь. Если вы откроете Википедию и посмотрите, как считается KL-дивергенция между двумя нормальными распределениями, то вы увидите, что формула очень простая. Все, что вам нужно знать, чтобы посчитать эту KL – μ и σ. Вот все. А μ и σ мы знаем. Вам не нужны никакие интегралы, никакие суммы считать. Вы просто подставляете μ и σ в полученную формулу. Она будет ниже. И все получается. То есть, несмотря на то, что математика здесь сидит достаточно серьезная, из статистики, но на выходе, в результате получается очень простая формула. Из которой вся вот эта сложная математика, она исчезает. Так, ну и еще проще будет, и вам еще понятнее все это станет, когда вы посмотрите, как это в реальности реализуется в коде. Кстати говоря, вам на будущее очень рекомендую, когда вы будете читать какие-нибудь статьи с супер-пупер-мега-методами в машинном обучении, неважно в какой области, вы поймете, что авторы очень любят писать какие-то страшные формулы математические, какие-то доказывать непонятные и не совсем нужные теоремы. И вам может показаться, что в статье очень сложно все написано и непонятно. Тогда открывайте их код и смотрите, что у них в коде. Потому что в коде вся вот эта сложная математика превращается в очень простую. И сразу становится все понятнее. Точно так же с вариационными автокодировщиками. В статье написано очень сложно, в коде максимально просто. И соответственно, вариационный автокодировщик мы будем реализовывать по такому же сценарию, как мы делали с обычным автокодировщиком. Для начала нам нужно закончить код для кодировщика и декодировщика. Значит, сама сетка есть. Обратите внимание, что теперь у нас два выхода. То есть у нас есть какая-то общая часть кодировщика. И потом мы еще пропускаем полученный вектор, пропускаем отдельно через еще один слой, чтобы получить среднее, и параллельно мы еще пропускаем через второй слой, чтобы получить логарифм сигмы. Почему логарифм сигмы? Потому что сигма, если вы помните, это положительное число, ну дисперсия. Точнее сигма – это стандартное отклонение. Соответственно, чтобы оно так и оставалось, мы берем логарифм сигмы, а потом конвертируем в сигму. Вот. То есть и в результате у нас после кодирования у нас получается два вектора. Один для мю, другой для логарифм сигмы. Вам нужно прописать вот эти две строчки. Три. Минутку дам подумать, чтобы вы попытались сами понять все, что я здесь говорил, и потом посмотрим ответ. Если какие-то вопросы, то задавайте. Так. Нет. Нет. Виас повuruны. Нет. 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 Спасибо. 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 Сейчас я сразу с ответа возьму. Получается, мы сначала кодируем, а потом берем все функции, которые нам нужны. Да, да, да. Тут все действительно очень просто. Вот так вот. Сначала мы через encoder прогоняем, получаем z, промежуточный z. Это просто так здесь ввели. А потом еще пропускаем через mu свой и через звук sigma свой. И все. В результате получаем вот эти два вектора. То есть здесь еще такая концепция или прием или фича, что не обязательно вектор пропускать последовательно через все слои, которые стоят в ряд. Вы можете сделать несколько голов у вашей сетки и параллельно один и тот же вектор пропускать через эти разные головы. Ну, вообще, да. Вообще, вы, наверное, вы должны, по идее, помнить о таком приеме, когда вы говорили про разные сверточные сети, сети типа Google Net. У них, по-моему, тоже есть распараллеливание в блоках. Окей. Хорошо. Это про кодировщик. Теперь декодировщик. А, тут декодировщики. Тут ничего заполнить не нужно. А, да. Ну, да, окей. Здесь все очень просто. Вы получаете вот этот какой-то вектор z из скрытого пространства, просто прогоняете через декодировщик и обратно превращается в картинку. То есть это вот прям, ну, практически один в один то, что у нас было раньше. Ну, только что слоев поменьше. Ну, да ладно. Так, теперь объединяем все в вариационный автокодировщик. Вот здесь есть, да, вот здесь есть свои тонкости. И сейчас мы с ними будем разбираться. Custom Loss, Compute Loss. У нас главная функция это Compute Loss. Вот давайте с нее и начнем. Так, на вход мы подаем вектор x. И смотрите, что мы делаем дальше. Мы прогоняем его через кодировщик. Получаем mu и log sigma. Потом, смотрите, что мы делаем. Мы сэмплируем z. То есть мы подаем на вход mu, подаем на вход log sigma. Что-то там внутри этой функции делается. И мы на выходе получаем сам вектор z. В скрытом пространстве. Который мы потом уже передаем через... Подаем кодировщику, чтобы он и реконструировал нашу картину. Ну и да, да, все, пока что так. Давайте посмотрим, что такое sample z функция. Вот sample z. На вход подается mu sigma. А, ну вам, собственно, эту функцию и надо реализовать. Так, давайте словами объясню, а вы попытайтесь понять, что нужно сделать. Значит, мы с вами говорили, что мы нашу картинку кодируем в облачко с нормальным распределением. А потом из этого облачка сэмплируем объекты. Соответственно, вам нужно взять функцию для нормального распределения. Подать туда значения среднего и sigma. И попросить выдать вам, ну, сгенерировать один объект из этого распределения. Вот и все. Да. Да, при этом... Да, давайте я вам покажу. Мне кажется, тут не догадаешься. Тут просто есть еще один приемчик такой простой. Да, вот. Сейчас. То есть вот это вот epsilon, это есть на самом деле... Да, просто случайно. Да, 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 да. Вот на самом деле все, что я сказал, оно все работает. Только здесь немножечко по-другому это сделали. Вот. Вместо того, чтобы использовать нормальное распределение, взяли по-другому. Они взяли просто случайную величину такого же размера, как у нас вектор средних. Вот. Просто вот случайная величина. И уже эту случайную величину сдвинули на среднее и растянули с нужной sigma. Вот и все. Здесь какая-то просто стандартная случайная величина, и потом ее как-то трансформировали. Ну, вы с этим примером тоже знакомы. Это вот примерно так же делается в стандарт скейлере. Только это вот обратное преобразование. Все. Это вот как sample работает. И еще у нас есть custom loss. Да, он на вход принимает x, reconstructed x, mu и log sigma. Давайте смотреть. Custom loss. Вот он. Значит, он состоит из двух частей. KL и reconstruction loss. Реконстракшн loss – это MSE. Обычный. А KL – вот он считается вот так. Обратите внимание, здесь все, что нужно, чтобы посчитать вот эту KL дивергенцию – это log sigma и mu. Все. Больше ничего не нужно. Что это за формула? Это формула из Википедии. Вам не очень нужно, на самом деле, понимать, как она получена. Скажу просто, что она получена честным интегрированием для двух нормальных распределений с разными параметрами. Вам важно понимать, что результат получился именно такой. Ну, здесь усреднение просто потому, что у нас вектор mu и sigma может содержать несколько объектов, несколько скрытых кодов. Вот. Эта функция берется из Википедии. И думать даже не нужно. Все, все, все. Все остальное, как и раньше. Хорошо. Так, давайте. Так, опять ошибочка в union. Убираю. Да. Да. Все остальное, функция trainModel осталась без изменений. Мы просто ее переиспользуем. Ну, погнали. Для начала попытаемся сжать картинку в двумерное пространство. Да, если вопросы есть, то задавайте. Так. Первая фича вариационного фотокодировщика это то, что у него картинки на выходе получаются чуть-чуть размазанными. Как раз из того облачка, которое мы используем в скрытом пространстве. Ну, потому что это не что иное. Еще раз, вот мы как бы кодируем картинку в какое-то облачко. То есть, вместо того, чтобы кодировать в обычную точку, мы как бы размазываем по целому облачку. И, конечно же, вот это размазывание, оно сказывается потом на конечной картинке. Тоже в виде размазывания. Так. Так. И мы просто здесь повторяем все те же упражнения, что мы делали для обычного фотокодировщика. Вот. Так. Это между девяткой и ноликом. Ну, так, ладно. Не самый, наверное, хороший пример. Давайте что-нибудь еще найдем. 4,3. А, 4,3. Интересно. Давайте. Да, ну тут девяточка, ладно, хорошо. Ну, хотя, смотрите, идея все равно немножечко прослеживается. Вот была, окей, пусть девяточка. Девяточка, девяточка. Все еще похоже на какую-то девяточку. Потом стало похоже чуть-чуть на восьмерочку. Да, вот тут восьмерочка. А потом восьмерочка плавно перетекла в троечку. Все логично, да. Если бы была четверка напрямую, то мне кажется, она бы прошла путь четверка. Четверка. Потом сюда добавилась палочка, было бы девятка. Потом сюда палочка, было бы восьмерка. А потом эти палочки исчезли, было бы тройка. Мне кажется, вот так было бы, если бы мы чуть больше пообучали. Так, это чего? Это семерка и тройка. Давайте посмотрим. Ну, тоже девяточка. Пятерка, четверка. Это должно быть тяжело. А, ну, хотя, да, если пятерка похожа на восьмерку, а четверка похожа на девятку, то, наверное, не так тяжело. Ну, хорошо, ладно. Ну, тем не менее, работает. Тоже плавно, хорошая плавная интерполяция. Так, дальше, да, дальше давайте попробуем изобразить наше скрытое пространство. Так, опять что-то не то. Да, это двумерное все еще скрытое пространство. Да, двумерное же. Да, двумерное. Вот, смотрите. Вот теперь у нас наше скрытое пространство, оно как бы компактно заселено. То есть мы все еще видим вот эти облачка для каждой цифры. Вот это единичка, вот это нолики. Но мы также видим, что между ними уже нет каких-то пустых областей. То есть если мы здесь попросим взять 100 тысяч, например, то они просто заполонят все в пределах какого-то пятна, которые по распределению очень, которые по распределению близко к стандартному нормальному, да. То есть это ноль, центр в нуле и ширина, ну то есть стандартное оклонение около единички. Вот. Ну даже давайте возьмем 10, надеюсь, не будем ждать вечность. Вот, видите? Ну да, окей, вот здесь есть что-то, да. Но в целом такое общее пятно. Так, хорошо. Красивая картинка. Давайте красивую картинку нарисую, чтобы это не значило. Это типа интерполяция, но не для одной, не для двух картинок, а для нескольких. То есть у нас по углам стоят разные цифры. И да, а все, что между ними, это разные их интерполяции. Вот. Так, я так понимаю, это нолик, который плавно переходит в девяточку. Девяточка, который плавно переходит то ли в единичку, то ли в семерку. Это, наверное, шестерка. Ну вот какие-то плавные переходы между ними. Вот. В принципе, если прям совсем вам будет интересно, вы можете прям хорошенько обучить автокодировщик взять побольше скрытого пространства, чтобы побольше эпох и, наверное, картинка станет более четкой. Так, ну, сэмплинг. Да, сэмплинг очень простой. Вы просто берете из случайного распределения стандартного. Ну, и тут просто рандомное что-то. Ну, и случайным образом генерируете шум. Случайным образом генерируете шум. Короче, просто генерируете шум в скрытом пространстве и пропускаете через декодер. И на выходе вы получаете вот такие новые картинки. Вот. Которых не было в вашем изначальном дата-сете. Так. Хорошо. Так. И еще одна тема. У нас сколько? 9 минут, по-моему, осталось, да? Вот. И еще одна штука. Сейчас посмотрим, успеем. Ну, по крайней мере, успеем. Да, заданий тут нет, так что все хорошо. Это условный вариационный автокодировщик. Условный – это означает, что мы вот когда в предыдущих примерах, например, здесь в сэмплинге, обратите внимание, мы просто нагенерировали шум, пропустили через декодировщик и получили вообще разные цифры. Мы видим здесь девятки, тройки, единички, нули, шестерки, даже какие-то квакозябры. Вот. И, к сожалению, мы не можем на этот процесс повлиять. То есть если бы нам захотелось получить только девятки, мы бы не смогли это сделать. Или если бы только единицы, мы тоже не смогли бы это сделать. Просто потому что у нас нет такой ручки, мы не можем на это влиять. Но нам хочется. И для этого придумали conditional вая. Он отличается от обычного вая только тем, что на входы к кодировщику и декодировщику мы добавляем еще один дополнительный вектор, который мы будем назвать условным вектором. В данном случае мы будем подавать просто метку класса. У нас 10 классов, и мы будем подавать вот эту метку на вход. То есть если раньше кодировщик брал на вход только картинку, то теперь мы будем давать картинку плюс вот этот дополнительный вектор. Мы эти два вектора будем потом объединять в один общий и пропускать уже его через кодировщик. А у декодировщика мы будем на вход давать векторы скрытого пространства z и точно такой же вектор условия. И тоже будем их объединять в один вектор и пропускать через декодировщик. Вот и вся разница. Все остальное без изменений. Ну, давайте разберем. Значит, да. Вот кодировщик. Он точно такой же. Ну, вот тут вот части точно такие же, как и раньше. Может, слоев только поменьше стало. То есть пока никакой разницы. А теперь посмотрим, что у нас в forward происходит. Вот на вход мы теперь подаем два вектора. Вектор x картинки и вектор y это наши условия. В данном случае это метка классом цифры. Ну, цифра сама условно. Что мы делаем? Мы сначала берем картинку. Видите? Превращаем ее в вектор. Потом мы кодируем нашу метку через one-hot-encoder. То есть у нас 10 классов. Соответственно, у нас будет десятимерный вектор из ноликов единичек. Вот уход y. И потом вот смотрите. И теперь мы просто объединяем эти два вектора в один. В новый z. Все. А дальше все, как вы уже видели раньше. Пропускаем через encoder. Считаем mu, считаем sigma. Все. Никаких изменений. То же самое с декодировщиком. Декодировщик точно такой же. Единственное, что на входе у него чуть больше входов. Потому что еще скрытый вектор. Условный вектор. И здесь тоже. Мы на вход принимаем скрытый вектор. Условный вектор. Кодируем наши условия. Нашу метку класса. Объединяем эти два вектора в один новый z. И дальше просто пропускаем через декодировщик, чтобы реконструировать. Вот и все. Вот и вся магия. Так. Функция. Так. Функция. В обучении. В обучении. Compute to loss. А ну здесь да. Здесь только нужно просто вот на вход функциям добавить еще y. А так изменений больше никаких нет. То есть функция потерь та же самая. Сэмплинг такой же. Просто что добавляются вот эти y. И все. Так. Ну и давайте обучим. А. Так. Стоп. В каком-то месте. Так. Что-то я. А. Все. Не заметил ошибку. В другой клетке. Сейчас все делаем. Так. Отработала. Отработала. Работала. Угу. 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 Ну тоже пока скрытая пространство двоечка. Угу. 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 Вот. Угу. Ну как раз пять минут у нас осталось мы успеть. Так все обучился. Теперь смотрите как мы сэмплируем. Мы так же как и раньше сэмплируем шум. Вот. И еще мы просим разные метки. Здесь мы просто берем range. Это значит, что мы берем 0, 1, 2, 3, 4 и так до 9. То есть мы просим сгенерировать по одной цифре. Вот так. Все. Раз, два. И вот, пожалуйста, мы попросили сгенерировать нолик. Мы получили нолик. Захотели единичку, получили единичку. Захотели семерку, получили семерку. И, кстати, обратите внимание, что работает получше, чем неусловный ВАЕ. Вот. Кстати говоря, вот вам вопрос на засыпку, почему так? Почему работает лучше, чем обычный ВАЕ? И можем даже посмотреть на скрытое пространство. Да, вот, кстати говоря, это вот подсказка, почему так происходит, почему качество лучше. Если вы приглядитесь, то здесь вы видите, что все, конечно, здесь представлено в виде пятна какого-то, без всяких пропусков, как и должно быть для ВАЕ. Но посмотрите, теперь здесь нету кластеров. То есть все точки, они как бы вперемешку. Вот. Ответ, почему так происходит, потому что мы здесь рисуем только Z. И еще не забывайте, что на вход декодировщику приходит еще метка класса. Если вы, да, и как бы для кодировщика это скрытое пространство, оно чуть-чуть больше, да, то есть оно вот на 10 размерностей больше. И в каждой размерности существует только скрытое представление нужной цифры, нужного класса. Поэтому, условно говоря, в таком пространстве вот эти облачка, они вообще друг друга как бы не видят. Они живут независимо. И когда наш автоэнкодер ВАЕ, он условный, он учится кодировать и декодировать какую-то цифру, то он это учится делать как бы не глядя на остальные. То есть он как будто считает, что у меня есть только вот эта цифра, давайте я что-нибудь с ней сделаю. То есть в скрытом пространстве они друг другу не мешают. Но это такое, опять же, объяснение рукомахательное, не строгое. Но тем не менее мы видим то, что видим. Качество стало лучше. Ну или более строго, если сказать, условным вектором мы даем нашему кодировщику и декодировщику больше информации о картинке. И он использует эту дополнительную информацию для того, чтобы... Точнее так, и эта дополнительная информация помогает сеткам лучше декодировать картинки. Вот так. Ладно, у меня на этом все. Есть ли у вас вопросы? Вопросы? Враги нет. Вопросов нет. Хорошо. Тогда всем спасибо, что подключились. Всем хорошего вечера. Всем пока. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok